В историко-культурном центре собрались люди с высоким уровнем интеллекта и глубоким внутренним миром для подведения итогов 9-го открытого районного конкурса по краеведению. Если сладых ногтей мы помним о том, где мы родились, ценили и лежу это место, то тогда в будущем мы станем настоящим потребителем своего рода. Потому что любовь к родине начинается с мамы, с людьми своему дому, с людьми своей улицы, своей деревни, своему городу, своему городу. Особо ценно, что участие в конкурсе принимают дети. Это воспитывает в подрастающем поколении бережное отношение к культурным традициям и духовному наследию своего народа. Видновским благочинием была особо отмечена ученица 9-го класса Володарской школы Александра Романчук за работу о Никольском храме поселка Володарского. Одна из немногих она получила возможность представить свой проект собравшимся. Про свою работу могу сказать, что я потратила на нее немало времени, использовала разные источники. И сам процесс поиска этой информации мне очень понравился, потому что я сама получила много информации, которую раньше я не знала. Камерная атмосфера располагала к интересным дискуссиям. На мероприятии присутствовали видные краеведы не только Ленинского района, но и всего Московского региона. Я читал работы, это очень сильные, серьезные, большие, хорошие работы. Мне кажется, что то, что здесь происходит, это важное, нужное дело. И вообще деятельность, которая в Ленинском районе, краеведческая деятельность, которая в Ленинском районе разворачивается, она одна из самых плодотворных вообще в Московской области. Знание родных мест – это духовная сила каждого. Конкурсу уже 15 лет, и с каждым годом он привлекает все большее внимание со стороны юных краеведов. Переприятие очень важное для подзросающего поколения, потому что ребята изучают историю своего края, историю тех людей, которые жили до них, историю общества, которое то же самое формировалось. И самое главное то, что ребята чутко реагируют на те события, которые происходят в нашей истории. Это очень важно. Наше прошлое – это опыт, который дает ребятам возможность развиваться, делать правильный выбор и двигаться вперед. Всех победителей ждал самый ценный подарок для краеведа – книга. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok